Меня зовут Беневская Марина Сергеевна, я специалист дентал-фэнтези и более 10 лет я специализируюсь на лечении особенных детей. Прилечила много, прилечила разных. Знаю ответы на очень много вопросов. Ваша очередь. Да, ну меня Лена зовут, я мама Кости, меня так все в основном знают, да, я основатель клуба Аутизм СОС с девочками. Мы делали клуб для особых детей, для собят, то есть я думаю, что мы будем говорить не только о детях с аутизмом, а о детях с возрастом, да? Да, ну я в принципе о детях с особенностями развития, с разными. Марина, я вот тоже, мы вроде вопросы к эфиру подготовили, мы будем приблизительно придерживаться клана, но я всегда люблю эфиры как-то на таком более формате, да, на примерах. Ну как бы мамам, наверное, это легче, потому что мы уже проходили с Костей, вы знаете, лечение зубов под наркозом, и мы уже знаем приблизительно процедуру, но какие-то нюансы, я как мама уже знаю, что в основном спрашивают, да, как бы. И это будут те же самые вопросы, в принципе, но просто мне бы хотелось каких-то более, ну, таких вот четких нюансов, да, но мы с вами разговаривали уже на эту тему там, и вот прям вот с самого начала, да, самое страшное. Почему мы не лечим деток под местным, да, ну как, почему мы выбираем именно севаран, вот в лечении детей с аутизмом? Немножко пропала первая часть предложения, почему мы не лечим их в сознании? Да, да, ну я-то знаю, почему, просто некоторые мамочки думают, что они придут, скорее всего, и, может быть, получится, а получается вообще, вот изначально? Слушайте, ну смотрите, в моей практике были детки с аутизмом, да, кого я лечила в сознании. Чаще всего это те детки, которые уже прошли лечение в наркозе, и на момент лечения в сознании, ну, прошло уже несколько лет, они уже плюс-минус адаптировались, они знают, что за доктор, они знают, что за клиника, они знают всю дорогу от начала до конца, и это достаточно коммуникабельные дети. То есть, что сложно, в принципе, сказать о детях с аутизмом, да, вот, но есть, они же разные бывают, очень разные. И вот, когда, в принципе, ребёнок готов и способен к контакту и к какому-то сотрудничеству, то это возможно. У меня их было, честно скажу, немного. Вот, если мы возьмём 100%, то детей, которых я лечила в сознании, это 5%. То есть, и это, ну, чаще всего это непредсказуемая история. Меня нормально слышно вам? Да-да-да, меня тут пытаются. Просто периодически начинают звонить, как всегда вовремя. Всех предупредила, и всё равно звонят. Я отключаю параллельно. А, вы честно, там можно смокнуть на режим «не беспокоить», если что? Вот, я в служении. Смотрите, как удобнее. Вот, и чаще всего это какие-то не очень серьёзные ситуации, да, то есть, это какой-то кариес полечить, это почистить зубки, но это, правда, редкая история. Редкая история почему? Детки с аутизмом, да и вообще детки с особенностями развития, очень чувствительны к огромному количеству внешних факторов, таким как непривычные запахи, непривычное место, непривычный доктор, доктор в яркой футболке, то есть, тоже может не подойти, да, и, например, деткам с аутизмом вообще не подходит лечение подседацией, потому что подседацией закистью азота, например, такой носик надевается, ребёнок в сознании, но ему полегче и помягче. Потому что вот если нам эта закисть не пахнет ничем, и нам кажется, что она ничем не пахнет, да, то детки с особенностями очень чётко реагируют на малейшее изменение запаха, очень сильно. Причём, например, есть неароматизированные маски, они пахнут резиной, и ребёнок может на это реагировать, и у нас это пойдёт всё не по плану, всё не так, как мы хотели. А есть ароматизированные маски, если для нас они приятно пахнут, то для них это катастрофа. Вот нет, и всё и ни в какую, да, и тут же начинается гипервозбуждение, которое нам здесь уже не погасить никак. Поэтому, да. Сразу давайте поясним, Марин, для родителей, потому что некоторым кажется, что такое закисть азота, я пока сама вживую не увидела, я не знала. Это такое, типа пятачка надевается на нос, и получается, туда подаётся веселящий газ. Ну, в народе он называется веселящий газ, но это на самом деле не совсем правильное название, потому что веселящим газом называют техническую закись азота. Не очень хорошая история, и, то есть, когда мамы начинают читать о том, что такое закись азота, читают какие-то страшные статьи о том, что это газ, который используют наркоманы и так далее, и так далее, да. То есть, это то, что в баллонах техническая закись азота без кислорода, и действительно, это вообще нехорошая история, которой не должно быть. То есть, когда мы говорим о медицинской закиси азота, мы говорим о чётко выверенной базировке, о чистой закиси азота в перемешку с чистым кислородом. То есть, когда мы подаём её через специальный аппарат, у нас стоит ограничитель, то есть, больше 50% подать невозможно. Никак. То есть, у тебя получается 50% закиси, 50% кислорода. Больше не получится, потому что колёсико дальше не крутится. В норме это где-то 70% кислорода и 30% закиси. Это примерно на такой дозировке мы ведём практически всех детей. Иногда бывает чуть-чуть больше, иногда бывает чуть меньше. Всё зависит от исходного состояния ребёнка и вообще от его восприимчивости. По эффекту. Как ребёнок себя приблизительно ощущает? То есть, получается, это затуманенное сознание? Не сказала бы, что это затуманенное сознание. Ну, скажем так, мне этот термин кажется достаточно резким. Здесь притупляется чувство страха, идёт очень хорошее сильное расслабление на мышцы. А когда у тебя мышцы расслаблены, тебе, в принципе, всё равно. Когда у тебя страха нет, тебе, в принципе, легче, мягче. То есть, ну, я всегда ставлю пример. У меня, мы долгое время работали с ассистенткой, девочке 24 года. Я её лечу под закисью азота, потому что, ну, ребёнок очень сильно боится. В 24 года, да. И под закисью действительно легче. Это, во-первых. Во-вторых, закись притупляет поверхностную чувствительность слизистых и кожи. То есть, вот этот сам момент вкола, когда мы же в любом случае делаем анестезию, неважно, с закисью, без закиси, момент вкола идёт легче. А это самый неприятный момент. Как бы мы ни старались колдовать, как бы мы ни старались мазать, да, это всё равно неприятное ощущение. Самое приятное ощущение к стоматологу у меня – это укол. Всё остальное – это период. Да, всё остальное можно перетерпеть. Я, наверное, аутично слегка. Нет, это нормально. Я сама очень не люблю, когда мне делают больно. Вот прям очень. Вот. Ну, с закисью азота это всё понятно. Хорошо. Ну, кстати, у меня вот есть один мальчик, знакомый, 5 лет, но он довольно скомпенсированный ребёнок. Я не скажу, что он норма, но он скомпенсированный, там есть речь, неплохое понимание речи. И простейшие логические цепочки он выстраивает. Слушайте, по-моему, он у вас лечится. Нет, не у вас. Да неважно, короче. В общем, он приходит и под закисью азота они лечат уже второй год, зубы. Тут вопрос реакции на запахи. Да. И смотрите, вот есть 5% детей, вообще 7 детей, у кого закись вызывает не расслабление, а наоборот гиперактивность. И ребята-аутисты тоже могут попасть в эту историю. И это у них вызовет именно гиперактивность. Поэтому здесь практически никогда, крайне редко мы пытаемся вести их под закисью. Я вела одну девочку с, сейчас скажу, что у неё было ДЦП и лёгкая форма сабоумия. И мы вели под закисью, вполне неплохо. Вполне неплохо и как бы пролечились, но в итоге всё, то есть мы пролечили один зуб, но в итоге всё равно ушли в наркоз. Почему ушли в наркоз? Потому что когда ребёнок, то есть когда верхнюю челюсть замораживали, тут было полегче. Но когда перешли на нижнюю, вот это ощущение, когда заморожено пол челюсти, не двигается половина языка, не двигается губа, и ребёнка пугает. Но это пугает любых детей. То есть я очень часто мамам говорю, так, мы следим за этим, следим за губой, следим за тем, чтобы она не нагрызала. Потому что дети прокусывают с перепугу, да, они не дифференцируют, особенно малыши, да. Ощущение боли и ощущение онемения, они не знают этого чувства. Поэтому они кричат, мама больно, мама больно, и всё. Поэтому чупа-чупс в рот, я не сторонник чупа-чупсов, но в данной истории вот полчаса чупа-чупса не принесёт больше той беды, которую могут принести зубы. Поэтому чупа-чупс в рот спасает. Понятно. Так, у меня тут небольшие глюки со связью. Как у вас со связью? А? Я просто вас клеточками вижу. А у меня всё хорошо, я на домашнем интернете, должно быть, у меня всё отлично. То есть я вас вижу и слышу прекрасно. Значит, у меня что-то, окей. Вот, смотрите, как бы, когда мы вели кость, это самое главное, я, наверное, скажу это для всех мам. Когда мы вели кость на наркоз, ему было год и 10. Лечить нам было 8 зубов. Ну, это наша семейная беда. Вот, у нас рано вылезают, рано выпадают, рано начинаем лечить. И я, конечно, перерыла всё, что можно, всю информацию. И самое главное, что волнует мам, ну, это я скажу со своей стороны, да, как бы, это откат. Насколько у ребёнка может быть откат после наркоза? Это больше всего боятся родители. Даже, мне кажется, не самого наркоза, сколько мы потом нырнём опять в аутизм глубже, да. И я вот могу сказать сразу по своему опыту, что у нас, например, наркоз не повлиял абсолютно никак. Он плохо вошёл в наркоз, он орал, когда мы надевали маску. Он плохо вышел из наркоза, он орал. Ну, как плохо, эмоционально плохо он вышел. Физически у нас не было абсолютно никаких проблем. Только вот этот момент стресса. Я сразу мамам говорю, что когда надевают маску, это не ужасно-ужасно, когда он обмекает в этой маске. Потом считают, да. А считают, да, ребёнок вроде как, он был вот сейчас только криком. И вот тут всё, я рыдала, я полтора часа рыдала по дверью. Это был тихий ужас. Мамочки, я вам всем, да, я, честно, меня ходили, успокаивали потом всем этим. Ну, как бы это надо было, мы через это прошли, отката не было. И я могу сказать, что я перечитала кучу форумов. И по большому счёту при правильном сделанном наркозе, я так понимаю, это Северан плюс Пропопол, да, у нас идёт. Или как вообще, да, Северан плюс Пропопол. Потому что я не медик, я могу кубик там арендовать бы. И откатов, историю откатов я вообще не слышала. И за границей лечат в основном только когда детей без проблем, и такого страха, в принципе, вот нет. Насколько я знаю, в Израиле, в Америке, они все, ну, с кем я на связи, они все лечат таким образом. Вот, это для мам, что откат будет, но там какой-то, может быть, маленький процент. А теперь вот о чём бы я вот больше всего, на чём хотела бы остановиться, это сам процесс от и до, Марин. Потому что мы все читаем, как бы, мы сдали анализы, пришли, нам надели маску, там, и всё. А вот каких-то нюансов, да, которые вот я, например, дотошная мамочка, для меня это очень важно. То есть изначально анализы, какие мы сдаём анализы. То есть вот мы пришли к доктору, мы выяснили, что всё, нам нужно лечить зубы. С чего мы вообще начинаем изначально? Такие анализы. Вот мы сдавали фуалограмму и ЭКГ. Вот тогда, это вот было год назад. Вот. Вот к вам, чтобы попасть, что нужно сдать? Смотрите, есть стандарт анализов, да, это ЭКГ всегда. Иногда кому-то требуется эхо. Иногда, но об этом говорит анестезиолог. То есть если есть какие-то нарушения или есть подозрения на нарушения, анестезиолог может попросить эхо. Иногда требуется, вернее, всегда требуется общий анализ крови. И коагулограмма. Коагулограмма практически всегда, особенно если речь идёт об удалении. Если у нас одно, два, три удаления, либо вы никогда, ну, вы не знаете, да, что у него вообще со свёртываемостью. Ну, то есть вот это 95%, что вас попросят сдать коагулограмму, и 100%, что это будет общий анализ крови и ЭКГ. ЭКГ, опять же, это по требованию анестезиолога. В принципе, это все анализы, которые необходимы. Сколько они действуют? Срок действия? Общий анализ крови действует две недели, если ребёнок не болел. ЭКГ действует около полугода, если, опять же, каких-то кардионарушений в эти полугода не было выявлено. Поэтому желательно, вот, ну, так как дети, это такая субстанция, которая заболеет просто от ветерка, который не туда подходит, да, сопли-насморки, это частая история. Поэтому в идеале сдавать анализы прямо перед наркозом. Ну, там, за сутки, за двое. Опять же, почему спрашиваю, я же какая-то, я же к вам ещё приду, нам вроде как лечить опять надо. А у нас ЭКГ-Саровская есть, мы сдали месяц назад. Нормально. Да, а кулограмма, получается, сколько у нас, месяц, по-моему, или 20 дней? Кулограмма в районе, так, сейчас скажу, он в районе 20 дней, она действительно? Вот, но в любом случае, необходимость её будет на усмотрение анестезиолога. Нужно будет или не нужно будет, да, учитывая, что вы уже лечились, учитывая, что вы уже сдавали всё нормально. Здесь надо будет, возможно, надо будет её проверить, но это чаще всего индивидуальная история, да. То есть, общий анализ крови, это точно, это прям точно точно, вот, поэтому это нужно будет сдать. Если месяц давали, делали ЭКГ, то вот эту вот разверточку с картинкой и написанное, если есть что-то, что-то, да, желательно, да, иногда просто дают картинку, держите, идите. Вот, поэтому вот эту вот картиночку и заключение вы приносите анестезиологу, и дальше мы работаем. Вот, это то, что касается анализа. Консультация с анестезиологом заранее проводится или уже мы вместе смотрим, или мы встречаемся заранее со всеми, с анестезиологом и с вами? Тут опять по требованию, да, то есть, смотрите, обычно анестезиолог чаще всего смотрит прямо перед наркозом, смотрит, проверяет, взвешивает. Если на момент получения анестезиологом анализов у него возникают какие-то вопросы, ну, позвонит. Позвонит и спросит, так, а вот это, а вот это, а вот это, да, а будьте добры, бредите, хочу глянуть. Это может быть. То есть, анестезиолог смотрит ваши анализы, и если необходимо, ему он задаст вопросы, да. Если же у вас есть какие-то вопросы, вы можете абсолютно спокойно позвонить анестезиологу, причем вообще неважно, с каким вопросом вы позвоните, да, любые ваши вопросы, они важны и нужны. Слушайте, простите, а у нас там откаплено будет, а мы там нет, а все будет, а сколько тошней будет, а когда можно будет есть, да. Задавайте любые вопросы, вам ответят, потому что это важно. Важно ваше эмоциональное спокойствие, оно важно для ребенка, оно важно и для нас, потому что вот та туча, которая из эмоций висит над вами в коридоре, когда вы все-таки переживаете, мне кажется, она очень сильно доходит до операционных. Не то, чтобы мы сильно податливы на это были, но, может быть, не надо. То есть, чем вам спокойнее, тем вы спокойнее отправите ребенка спать, и тем спокойнее вы его заберете. И ваши нервные клетки, так как вы мама особенного ребенка, они у вас и так на исходе, вам и так сложно. Чем меньше вы будете нервничать, тем лучше, да, поэтому задавайте абсолютно любые вопросы. Глупых вопросов не бывает. Стесняться анестезиолога не надо, бояться не нужно, да. Ни анестезиолога, ни стоматолога, задайте все, что вас интересует. Ну, я-то задолбала всех, когда везла. Ну, и бога ради, никто от этого, ни от этого хуже себя чувствовать не стал. Да, я тоже так думаю. Вот, смотрите, хорошо, то есть мы принесли анализы, нам назначили время, вот такой момент, еще момент, с которым я столкнулась, я думаю, что, Марина, прям вот хоть все шаги очень-очень пройти. Да, 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 нет проблем. За сколько мы не едим? Смотрите, есть тогда рекомендация анестезиолога всего мира. Мы не едим, да? Говорите, вы что хотели. Смотрите, у меня получается так. У меня Костя тогда был на груди еще, год и 10 ему было. И нам назначили на 11. Встает он в 6 утра. То есть, ну, представляете, вот этот момент с 6-5 часов до 11 не кормить, это было нереально. И я, честно скажу, я собрала врачам, что я не кормила, но я дарила грудь, я его кормила. Я предпитала, ну, давай за 3 часа до накоса. Смотрите. До накоса, да. Вот здесь вот очень замечательно, что вы сказали именно о том, что вы собрали врачам, да, потому что это важный вопрос. Я очень много бродила по форумам. И я очень много где читала, что мамы действительно обманывают. Да. Что мы там не покормили, а на самом деле кормили. Зачем нам нужно, чтобы вы не кормили ребенка? И варан, и любой инвестиционный анестетик вызывает тошноту. Всегда. Поэтому тошнота, которая происходит в наркозе, вызывает самое нехорошее осложнение, называется операционная пневмония. То есть, когда это все забрасывается в легкие, и дальше мы идем, и мы уже не лечим. Мы дальше лечим легкие, да, и это очень сложно лечиться. Поэтому в этом случае лучше сказать анестезиологу, слушайте, мы не утерпели, и вот 3 часа назад мы покормили. Лучше мы вас в клинике поддержим. Лучше мы перенесем, чем будем подвергать опасности вашего ребенка. Потому что вот этого делать надо. Никто с ума не зайдет, никто не, не знаю, ничего не произойдет страшного, если вдруг вы скажете правду доктору. А доктор, знаете, это ваш проповедник. Вы должны ему говорить правду. Мы покормили за 3 часа, или он воды хлебнул полчаса назад. У меня были такие детки, которые поели за 2 часа. Ну, ладно, мы перенесем на 4 часа позже. Насколько я помню, грудное молоко возможно сдавать за 2 часа, но, опять же, надо конкретно с каждым ребенком нужно консультироваться анестезиологом. Но есть стандартная рекомендация. Нельзя есть за 6 часов и нельзя пить за 4 часа до наркоза. За 4 часа до наркоза можно только воду. Поэтому вот ее нужно четко соблюдать. Нам не нужна огромная голодная пауза. Есть бабушки, например, которые очень перестраховываются. Чтобы, не дай Боже, ничего не случилось, у ребенка завтра наркоз в 12, поэтому покормлю его сегодня в 6 вечера. Вот этой истории не нужно. Потому что ребенок будет голодный, и нам придется в наркозе его докармливать через вену. Мы докармливаем его глюкозой и докармливаем его физраствором, допаиваем. То есть нам нужна стандартная голодная пауза. Если же вы идете на утренний наркоз, а спать он ложится в 9, то лучше его как раз попытаться погонять, и чем позже вы его положите, и чем позже вы его накормите, в данном случае будет лучше. Но 6 часов – это тот золотой стандарт, который прям отлично работает. Либо же можно, если у вас наркоз назначен на 11, но вам это время некомфортно, и вы понимаете, что вам вот это время выдержать очень сложно. Можно покормить ребенка в 9 и прийти на 4-х часовой наркоз. То есть в 9 покормили, в 10 ей закончили, в 4 часа пришли. Тут ребенку легче. Просто передвигайте время. Ну, у нас не получилось. Они в последний момент передвинули, прям буквально вот-вот-вот, и мы узнали об этом по факту. Ну, то есть там такая нехорошая ситуация получилась. Ну, так бывает, да. Да, у меня просто вот выбора не осталось уже, потому что там и моя история. Поэтому я вот, я поэтому изучиваю, что я знаю, насколько я рискнула на тот момент, но я не советую родителям так делать абсолютно, поэтому я спрашиваю, как правильно и какие могут быть последствия, да, потому что это нас пронесло, и я понимаю, что это нам просто повезло на тот момент, вот я такая вот чокнутая рискованная мама. Ну, да, это сильно большой риск, и так не надо делать. Не рискуйте собственным ребенком. Да, если бы не там, предположим, не грудное молоко, я бы вообще, ну, то есть, как бы даже не дернула, только из-за этого. Поэтому, как говорят, показывают трюки и говорят, не повторяйте. Вот я говорю родителям, не повторяйте. Не надо. Это неправильно. Вот, хорошо. У нас, получается, ребенка отдают команде аэстетологов, врачей, да, мы заносим туда. Да, вот у вас мама заходит с ребенком или не заходит? Во-первых, мама заходит с ребенком. Во-вторых, если мама сильно тревожится, можно в процессе лечения зайти и посмотреть. Я не советую стоять и смотреть на всем протяжении, потому что то, что нормально для нас, для врачей, для вас очень тяжело. Поберегите свою нервную стиму. Но заглянуть вам, все разрешат, что все спят, все нормально, врачи работают, все хорошо. Это первое. Второе, вы ничего не увидите. Вот тут все закрыто, вот тут все закрыто. Вы видите только трубку и видите зеленую резинку, натянутую на зубы. Вам вообще ничего не видно. То есть смысла в вашем приходе нет. Но если сильно тревожитесь, то координатор может вас завести и показать. Все спят, все хорошо, все нормально. Нет проблем. Поэтому вы с ним заходите, он засыпает у вас на руках. А чаще всего это папы, потому что они как-то постабильнее бывают. А мама просто, ну совсем ей сложно и тяжело. Наша сказал, не пойду ни за что. Наша сказала, не пойду ни за что. И убежала просто с этажа. Я уже не знаю, чтобы это было. Он меня подвес такой предал. Мне самостоятельно. Чем он отработал? То есть заходить, если что, глянуть можно. Да, да, координаторы вас проведут и покажут, если будет необходимость. Хорошо. Ребенку надевают маску. Этот момент я знаю. Ему надевают маску, упускают наркоз. Ребенок там сопротивляется, не сопротивляется. Сступает, по-моему, в течение 4-5 секунд. Что-то такое, если я не ошибаюсь. Ну где-то секунд 40 это занимает. Потому что у вас, у мамы это 1 часа 2, кажется. Ну понятно. Нет, я просто помню, не секунд, а помню, что считали. И он у меня уснул, что там 4-5 на этой цифре. Да, я на этой цифре сказала. Вот. Хорошо. Мы вышли. Что делаем дальше с ребенком? Про попол. Дальше приступает к работе анестезиолог. То есть маску поставили, маму отправили в коридор. Дальше ребенка либо интубирует, ставит трубочку, либо ставит ларингеальную маску. Здесь на усмотрение анестезиолога. Здесь он выбирает, что конкретно подойдет вашему ребенку. Ларингеальная маска – это такая силиконовая груша. Она вот такая вот примерно. В ней, среди дырочка, через нее проходит трубка. Она мягкая и пластичная. Ее ставят в надгортанное пространство, и из нее выходит трубочка. И через эту трубочку как раз подается кислородная смесь, подается севарант. И на протяжении всего лечения либо интубационная трубка стоит, либо ларингеальная маска. Она может стоять через рот, интубационная трубка может стоять через нос. А ларингеальная маска всегда стоит через рот. Это вот такая вот трубочка, которую туда-сюда врачи гоняют, если она им где-то там, ну, нам нужно здесь полечить, мы ее передвинули сюда. Нам нужно здесь полечить, передвинули сюда. Вот, поставили, зафиксировали, дальше анестезиолог ставит, чаще всего ставит катетер в вену. Во-первых, катетер в вену, я его всегда называю ремнем безопасности. То есть в машину сели, пристегнулись, не факт, что в аварию попадете, но пристегнуться надо. Вот здесь тоже самое, это первое. А второе, туда подается глюкоза и физраствор. И препараты по необходимости, если нужны будут, антибиотики, да, у всех разные истории. Кто-то приходит там на удаление пяти зубов, и там необходимы антибиотики. У меня были родители ребенка с аутизмом, и они очень просили не капать ему глюкозу. Но так как это определенный стандарт, я уточню, почему просят не капать глюкозу. Выясняется, после сахара ребенок ходит по потолку. Ну, то есть, ну, вот такая реакция. Поэтому здесь мы просто вымеряли. То есть здесь мы подходили очень индивидуально. Мы вымеряли у ребенка с помощью глюкометра, сколько в нем сахара, и когда было надо, подкапывали. Ну, опять же, чтобы когда он проснулся, через два часа он не ходил у мамы по потолку. Ну, потому что маму тоже жалко, да, и ребенка жалко, если он сутки потом не спит после сахара. Вот. Поэтому здесь это все, какие-то нюансы конкретно вашего ребенка, очень важно озвучить анестезиологу. То есть вот нам там с сахаром сложно, да, мы там вообще не даем, или еще что-то. Вот. Или он там не пил не 4 часа, а не пил 6 часов, не захотел. Ну, все бывает, да. Расскажите обо всем. Чем больше вы дадите информацию анестезиологу, тем ему будет легче. Хорошо? Поставил он трубочку, поставил он катетер, начали капать либо физруктуру, либо глюкозу по усмотрению анестезиолога, по показаниям. И дальше приступаем мы, стоматологи. Как только нас спустили вот в эту зону, мы приступаем. Да, первое, что мы делаем, это мы делаем снимки. Снимки всех зубов. Потому что обычно осмотр особых детей – это история где-нибудь в коридоре вот так на глаз. То есть это вообще не диагностика. Да, мы примерно прикинули, что там может быть. Поэтому мы осматриваем всю полость рта. Мы делаем все снимки. Мы чистим все зубы. И только после этого мы переписываем план заново, потому что он меняется чаще всего. Мы планировали лечить пять зубов, оказалось восемнадцать. И так тоже бывает. Вышли к маме, говорим, вот так. Мама ставит подпись, и мы уходим работать. Мы ушли работать. Как только мы закончили, мы вытащили оттуда ручки, мы сделали еще раз снимки. Мы сделали фотопротокол, фотографии сделали до, в процессе и после. И пошли к маме. В это время анестезиолог занимается вашим ребенком. Он вытаскивает все трубочки, он вытаскивает катетер. Ребенок начинает потихонечку просыпаться, и его переносят в просыпочку. Иногда он не начинает просыпаться сразу, и он просыпается в течение 10, 15, 20 минут. У меня были детки, кто 40 минут после наркоза спал. Ну, просто спит. Не выспался ребенок, называется. И просыпается он уже с вами. То есть пока анестезиолог занимается своими делами вытаскиванием всех трубочек, всех катетеров, я рассказываю вам, что мы сделали. Я, либо любой другой доктор в клинике, рассказываю вам, что мы сделали, как конкретно все происходило, что в итоге у него стоит, показываю фотографии. И провожаю вас в просыпочную, где лежит уже он. Либо я, либо ассистент. И просыпается он с вами. Заснул родные люди, проснулся родные люди. И чаще всего они запоминают, вот они порой даже мультик запоминают на той же самой ноте, на которой он закончился. Вот заснул на моменте вот таком-то, да, и на том же моменте, а, я здесь смотрел. Вот. Все просыпаются по-разному. Кто-то капризничает, кто-то кричит, кто-то кому-то вообще некомфортно, да. Кто-то просто проснулся и пошел. Все бывает. Поэтому здесь индивидуальные особенности каждого ребенка, да. Чаще всего они расстроены просыпаются, потому что, если несколько зубов лечить, то это тут неприятно, тут неприятно, тут еще коронки стоят, и вообще вот это все мне не нравится. Вот. Это новое ощущение, к которому они не привыкли, да. Иногда оно редко болит, потому что там, а, может быть, какое-то количество анестетика, анестезии бывает при удалениях, например. Либо, в принципе, некомфортно где-то, да, то есть что-то в новой коронке появились, либо зуба нет, либо еще что-то. Ну, в общем, и вот тут начинается, а, все, не хочу, не буду, пойдем отсюда. И вообще у любого ребенка одно желание выйти поскорее отсюда. Ну, это нормально, что это не страшно, это уже так. Мой два часа, например, орал потомочку, мы вообще не могли успокоить, ну, мы уж привычны. Ну, так бывает. Смотри, а я хотела спросить, вот, ну, это для родителей, я-то знаю, интубируем или ставим вот этот вот мешок для того, чтобы не попали осколки зубов для лечения в дыхательные пути, правильно я понял? Нет, не совсем, не совсем. Интубируем мы, потому что ребенок в наркозе сам не дышит, за него дышит аппарат. Он за него дышит, интубируем мы для этого. Чтобы не попали пыль, осколки и все остальное, мы надеваем так называемый москопердам. Я вам сейчас покажу в камеру, если вам будет видно, я надеюсь, как это выглядит. Марина сейчас покажет, все решат, что мы ждем, пока вырастут. Вот такая резинка натягивается на зубы. Видите, вот эта вот зеленая резиночка? Она натягивается на весь рот и она изолирует зубы от слюны, от того, чтобы мы не, ну, в наркозе, чтобы мы не поранили. Да это не наркоз, это в принципе, да, то есть я, например, без этой резинки лечить не умею уже. То есть я 10 лет не работаю, я по-другому не знаю как. Она защищает зубы, ой, она защищает губы, она защищает щеки, она защищает язык. То есть у нас есть только поле, которое мы видим с зубом, мы его вылечили, здесь все хорошо, сфотографировали, ничего никуда не попало, ни вода никуда не затекла, ничего. И плюс, например, растворы, которыми мы промываем каналы, они достаточно агрессивные. Вот вообще не нужно, чтобы это в рот попадало. Поэтому вот история, когда вам рот матками обкладывают, это не самая лучшая история. Мы в 21 веке, сегодня можно все заизолировать так, что мышь не проскочит. То есть вот здесь я вам показала, я тут заизолировала три зуба подряд. Вообще по-хорошему один зуб изолируешь, рядом с соседями, потом следующий. Да, нигде, никаких участков слизистой вы не видите. Поэтому вот эта резинка должна быть. Если лечат без нее, не лечитесь там. Понятно. Еще бы говорили заранее, есть она или нет, а то знаете, пришел и дал. Вы можете спросить, вы с Капфердамом лечите или нет? Вот надо записать себе. Да я вам сейчас здесь внизу напишу, как он называется. Да, потому что я это вот знать не знаю, например, да, вот что мне... Вот вы сказали, я первый раз это услышала сейчас от вас. Вот я вроде все знаю, а вот этого я не знала, например. Хотя уж, может, со всех сторон все знаю. Я поняла. Да, спасибо большое. Вы с Капфердамом лечите или нет? Потому что и в Москве они везде лечат с Капфердамом, да? В регионах, так вообще грустная история, к сожалению. Это первое. Второе, вопросы, которые вам нужно задавать и анастезиологу, и стоматологу, да? А делают ли снимки зубов до и после? Снимки рентгенковские. Я много, много, много видела клиник, где как работают, да? Иногда, да, мы лечим, да, все, да, у нас есть снимки, мы делаем снимки. Покажите, пожалуйста, рентген. Показывают. Хорошо, клево, только он не работает. Он висит на стене и не работает. Это частая история. Я это видела, и меня это прям расстраивает. А можно показать, как он работает? Сделайте из себя вот маму, которая ничего не знает, ничего не понимает, но очень хочет узнать. Спросите, вам все покажут, все расскажут. Вам показывают, вот он работает. Потому что я в Москве знаю таких клиник, ну, прилично, к сожалению. Вот, поэтому спрашивайте, задавайте. Задавайте вопросы и не стесняйтесь. Делают ли снимки до и после? И делают ли фотографии зубов до и после? Это важный вопрос. Хорошо? Да, да. Вот, кстати, опять же, мы не спрашивали. Ну, я говорю, мы в таком угаре были тогда, в таком шоке, что вообще вот не до этого было абсолютно без нее. Вот поэтому я и хотела пройтись по всем этим нюансам, Марина. Это реально важно. Пасы не задавайте. Пасы не знаем. Так, это все понятно. Дальше ребенок отходит, все, процедуру мы прошли. Теперь вопрос, который вторичный, да, Марин? Осложнение после севарана. Это не про откаты. Смотрите, насчет осложнений после севарана. Я в своей практике провела, ну, около тысячи наркозов, да. Из них где-то порядка трехсот, это были особые дети. Нет, наверное, даже больше. Где-то порядка четырехсот, это были особые дети. Я не помню осложнений после севарана. Я не помню их принципы. Ни откатов, ни ничего. Все заснули, все проснулись. Как психи учили, так и учат. Как не учили, так и не учат. Знаете, мой любимый анекдот. Доктор, а я буду на скрипке после наркоза играть? Конечно, будете. Странно, раньше не играл. Если не учили, то как бы нет, не будет. То есть чудо не случится. Но вот когда говорят про откаты и вот эти вот истории, здесь вопрос, как проводили наркоз, действительно, да. Кто проводил и где это делали. Поэтому к этому вопросу надо очень внимательно подходить. Чтобы не было потом вопросов. Знаете, откуда вот эта вообще пошла история про откаты? Раньше, ну, лет, наверное, 20 назад, может, поменьше даже, кстати, наркозы проводили кетамина. И вот выход из кетамина – это катастрофа любому человеку. Это прямо до амнезии, до кратковременно, но амнезии. То есть родителей это пугало страшно. Поэтому пошел вот этот слух, что как бы, ой, не-не-не, не надо нам наркоз, потому что помнят. Таратановые наркозы помнят, кетаминовые наркозы, они достаточно тяжелые. А саратановые поляще, кетаминовые совсем сложные. Поэтому должен быть севаран, должен быть пропофол по необходимости, если, опять же, на усмотрение анестезиолога. Потому что пропофол и севаран на сегодняшний день – это самые безопасные анестезиологи. это понятно. Да, я поняла. Вот у меня еще, то есть мы с зеки сиазота разобрались, и с севараном разобрались. А теперь у меня вопрос конкретно по клинике. Я знаю про дентал фэнтези на слуху и давно, и как бы я читаю отзывы, отзывы только хорошие. Вот такой вот вопрос. Можно ли вообще все-таки попробовать? То есть если, ну я как поведенческий аналитик, да, сейчас специалист по поведению выступаю. Может, вот для меня так важно, что я привела ребеночка, да, и я начала его готовить. Но для этого понятно, что уровень у детей разный. Мы опять же к этому возвращаемся. Кто-то более старший, он лучше понимает обращенную речь, да, предположим, и мы начинаем там по картинкам рассказывать, что мы идем к стоматологу, да, и потом сначала по картинкам, потом мы пришли познакомиться, вот, зашли, вышли, зашли, прошли до кабинета, вышли. Ну, то есть вот эти шаги мы все проходим, да, с подкреплением в конце, что мы даем ребенок, зашел уже молодец, мы ему даем лиштябрь, молодец. В следующий раз, да, насколько это, возможно, в вашей клинике. Ну, то есть мы можем приходить вот таким образом. И, Марин, еще раз, договорились тогда. И с малышами, тут немножко другое, потому что это 5-6 лет, да, ну, это 5 и старше, ну, чтобы все-таки попытаться, например, если у нас один зуб, попытаться его привлечить без севарана. Потому что я считаю все-таки, что один зуб и севаран, ну, как бы, я понимаю, ну, все-таки они не равна ценности. Вот, зависит, вот, опять же, от компенсированности ребенка. Да. Если он даст, если можно садаптировать, то да. Если садаптировать не получается, сколько наблюдать за этим зубом, превратится он в кульпит, да превратится. Да. Я согласна с вами полностью. Я просто к тому, что все-таки, если это один зуб, ну, мы хотим, хотя бы можем попробовать, да. С малышами, например, я сейчас костю, например, готовлю, чтобы попытаться все-таки, там, зубная электрическая зубная щетка, это вообще Марина, он меня спасает от зубной щетки, это сырка. Он открывает рот, он дается, он ровно 30 секунд, ай, бежит меня спасать и себя от нее. То есть мы там начинаем электрическую зубную щетку, и мы также малышей, ну, там своя процедура. То есть насколько ваша клиника может, ну, как бы, вот такие условия предоставить, что мы пришли, познакомились, ну, вот как бы мы знакомимся, мы заходим, что не будут же смотреть как на сумасшедших, да, что вы, ну, вот, пришли, зашли, пришли, зашли, пришли. Понятно, что с приемом это отдельный вариант, когда мы уже доходим, да, к стоматологу, сходимся в кресло, да, это уже прием. Но вот, например, шаговая, Марин, как вообще? Ну, это реально? Здесь вообще, на самом деле, не зависит от того, особенный ребенок или нет. У меня недавно был ребенок на приеме, которого отдирали от косяка на крыльце. Четыре года, девочки, все нормально, как бы, просто не хочу, не пойду, не буду. Подержали в полимонии. В итоге наш прием примерно прошел следующим образом. Дальше игровой она не прошла. Дальше пришла я. Мы сначала посидели, пораскрашивали раскраски. Потом у нас была экскурсия по всей клинике. Мы зашли к старшей медсестре, проверили, что у нее там живет. Мы зашли практически во все кабинеты, куда нас пустили, посмотрели, кто там, что делает. Потом заглянули в кабинет с игрушками, достали там 15 колец на пальцы, да? То есть здесь независимо от того, какой ребенок. Если вашему ребенку конкретно необходимо познакомиться перед лечением с клиникой, то я, например, для особенностей деток, я делала примерно такую историю. Первое, что я спрашивала у мам, какие цвета приемлемы. Потому что я люблю работать в красных майках, но ребенку с аутизмом это может не подойти. Ребенку с отставанием развития это тоже может не подойти, да? Ему будет некомфортно, его будет это пугать. Я надену синюю майку, нет проблем. Я надену белую майку. Вы мне только скажите об этом. У меня батарея майка. Я любую надену, лишь бы вам было комфортно. Это первое. Второе, я присылаю видео с клиникой. Как она вообще выглядит? Потому что когда вы прошлись по видео, вам удобнее. Вы прошлись по нему дома 15 раз, вы запомнили? И дальше вы знаете каждый поворот. Я могу прислать видео с собой, да? Любой доктор может прислать видео с собой, помахать ребенку ручкой, сказать привет, здравствуй, здравствуй, я там Маша, я там Света, я Марина. Ребенок вас уже знает, нас уже знает. Он уже, а, я вот эту тетюзнаю, я пойду. Он идет одним и тем же путем. Он идет той же самой дорогой. То есть сначала вы там три раза доехали до клиники. Вот эту дорогу вы выучили. Дальше вы заходите в клинику, а вот в клинике конкретно вы уже помните, как там на видео было. Вы прошлись. И дальше как комфортнее будет? Я могу посмотреть и в игровой. Вообще все равно, где комфортнее, да? Если он не даст мне в первый прием посмотреть, тоже не проблема. Мы приходим на адаптацию. Единственное, что я, ну, я уже из опыта понимаю, адаптация не должна быть бесконечной. То есть это в среднем 3-5 визитов на адаптацию, если они не дали результата, не мучайтесь ни себя, ни ребенка. Это не приведет к результату. Поэтому плюс, ну, если, допустим, первые три адаптации – это бесплатная история, да, то дальше это платная история. Если это дальше бесполезно, зачем платить за это? Ну, как бы тут тоже об этом стоит подумать. Поэтому три раза сходили, не получилось, он даже не заходит, он не открывает рот, он ничего не дает. Не мучайтесь. Идите в наркоз, по крайней мере, решите проблему, дальше будете раз в месяц приходить и пытаться привыкать. Ну, как бы и вам будет спокойнее, и ему. Когда уже ничего не болит, когда ничего не беспокоит, все нормально. Приходите, Бога ради, вам все будет радость. Я после истории зубной щетки поняла, что все-таки нам общего опять не избежать, потому что он не даст. Он откроет рот на за 30 секунд, ему ничего не... Поэтому... На 30 секунд полагает у-ообразная щетка. Вы помните, я в прошлом своем эфире, кстати, с ЛК-класс рассказывала про у-ообразную щетку. Очень классная история. Поставили по-четке? Да ему вообще хоть что, у него жужжать, именно сам звук он не перегоносит. У нас вот эта проблема, да. Причем исключительно зубная щетка, там еще что-то, и вот зубная щетка попала вот у нас в этот коротенький список. То есть можно с дрелью рядом работать, ему будет все равно. Но зубная щетка, он все, и я. А если включить дрель, исключить зубную щетку? Он зубную щетку не включит. Марин, вам так кажется? Вы недооцениваете. Он прям молодец. Упорный мальчик. Да, он такой вот. Ну, в принципе, да. А, вот еще. В ситуации с пандемией мы на ковид не сдаем? Еще расскажите? Пропало предложение. В ситуации с пандемией мы на ковид не сдаем? Анализы, которые посещили. Вопрос, где вы находились, с кем вы контактировали, на ковид сдать можно. Нет, у вас требований нету? Нет, требований нет. Но смотрите, вариант сдачи на ковид, да. Вы сдали, вышли на улицу, на вас кто-то чихнул, все, мы приехали. То есть, как бы, ну, бессмысленная история. Ну, понятно. Нет, я просто к тому, что спрашиваю, что точно. Нет, нет, обязательно нет. Нет. Вас расспросят, где вы были, что вы делали, как у вас с карантином, вам померяют температуру, посмотрят, нет ли катаральных проявлений, таких, как там кашель, чихание, вот эта история. Вот, если все нормально, вас пропустят дальше. То есть, там у нас, специально обычный человек. Кашлем с чиханием же нельзя, на самом деле, лечить зубы, насколько я знаю. Ну, вообще, лучше не надо. Лучше не надо. Опять же, зависит от кашля и от чихания, да, что это за кашель, или что это за чихание. То есть, оно разное. Но здесь, опять же, анестезиолог ваш лучший друг. Угу. Понятно. Вот все. Ну, так, в принципе, мне кажется, мы все. Ну, там, я имею в виду, пару вопросов, было, была пара вопросов. Смотрите, по поводу порока сердца. Пороки сердца бывают разные. Поэтому, я опять делегирую всех к анестезиологу. Мы берем ЭХО, мы берем ЭКГ, и идем к анестезиологу. С каким конкретным пороком сердца? Например, со своим пороком сердца я живу, прыгаю и бегаю нормально 35 лет. Вообще никаких вопросов, да? Где-то-то у кого-то там слегка не закрылось овальное окно или не закрылось совсем, или еще что-то. Они разные бывают. Поэтому, конкретно с вашим случаем звоним и говорим. Алло, здравствуйте, у нас то-то-то, у нас вот такой порок сердца. Что вам надо, чтобы вы нас пустили или не пустили на наркоз? Это конкретно к пороку сердца. По поводу злокрасной гипертермии. Смотрите, это достаточно редкое заболевание, но на случай с злокрасной гипертермией наша клиника готова полностью, вот целиком и полностью купировать эту ситуацию. Я за 10 лет не встречалась ни разу. Тренировалась я, как это преодолевать, раз, наверное, в 15. У нас прям целая тренировка была, мы начинали там все-все-все, что необходимо делать и вводить. Мы знаем, как с этим работать. Но чтобы встретиться с этим, я не встречалась ни разу лично, конкретно я не увидела. Я знаю, два случая в Москве были. Один был в Валашике, другой, сейчас не скажу, давно было, не вспомню где. Вот про эти случаи я знаю. Чтобы конкретно я их увидела, нет. То есть за тысячу наркозов, всего рановых, я не увидела ни одного. Бывают анестезиологи, которые всю карьеру проработают и не увидят ни одного. Но, опять же, когда вы идете в клинику, которая полностью готова к такому осложнению, это говорит об уровне. Это говорит о вашей безопасности. Потому что осложнение редкое, но если готовы даже на этот случай, в принципе, все хорошо. Можно спокойно доверять и можно успокоиться и не так сильно рыдать в комнате отдыха и переживать и нервничать. Потому что ваши нервы это золотого стоит. Ну, это страшно, потому что ты не читаешь всякие ерунды. Знаете, почему страшно? Знаете, почему вам страшно? Потому что пока он с вами, вы вроде все контролируете. Но когда вы отдаете его нам, вы не знаете, что там происходит. Вам страшно от незнания. Поэтому здесь вам важно, чтобы вы доверяли тому доктору, которому вы ребенка отдаете, и тому анестезиологу, то есть доктору-стоматологу и анестезиологу, тогда вам будет легче. Вопрос именно в том, что вы не контролируете. И это, к сожалению, да нет, такие все родители. У меня не было ни одной мамы, которая бы сказала, забирайте, я пошла чайить. Ну, не было таких. Любых детей вообще. Поэтому все мамы переживают, вы мама. Это нормально. Просто, когда, Марина, вот вы говорите по поводу, я все время, вот вы анекдот говорите, ваш любимый, у меня все время про статистику, я еще безумно боюсь самолетов, мне все время говорят, риск, значит, попасть в авиакатастрофу гораздо меньше, чем в автокатастрофу. А у меня все время вспоминается этот дурацкий анекдот про динозавра, когда спрашивают у мужчины, какова вероятность встретить на улице динозавра. Он говорит, один миллиард чего-то там. Он спрашивает, какова вероятность встретить динозавра? Она говорит, 50 на 50. Либо встречи, либо не встречи. И поэтому, когда я иду куда-то, и мне говорят про статистику, я понимаю эти цифры, я знаю эти цифры, но у меня в голове вот это либо встречи, либо не встречи. Поэтому, конечно, мы переживаем всегда. Смотрите, я лично объявила обычно собственной статистикой. Вот сколько я видела, и сколько я конкретно пролечила детей. Вот тогда я могу говорить о реальной статистике. Я очень люблю такие сайты, как Пабмия, да, я люблю почитать статьи, но я знаю, что вот за тысячу наркозов было то-то, и не было вот этого и вот этого. И об этом я могу говорить честно и спокойно. Тут пара вопросов. Сейчас, секундочку. Сделай шаг. Так. Десять лет. Так, что-то я вот по поводу... Что здесь? Синдром Дауна. У моей дочери Николь 10 лет, синдром Дауна. Дети растут на большом расстоянии друг от друга немного вперед, и верхние, и нижние. При соединении образуют как бы угол. Возможно ли корректировка? Смотрите, первое, скорее всего, ребенок сошет палец либо соску, либо что-то. Вот такая история. То есть первое, что нужно сделать, это отучить от этой привычки. Второе, откорректировать, скорее всего, будет возможно при обращении к ортодонту. Но вопрос, насколько ребенок контактен, насколько он будет давать чистить зубы, потому что любая ортодонтическая конструкция во рту, любая абсолютно, приводит к ухудшению гигиены. Поэтому мы чистим зубы в три раза лучше, и по возможности ходим к гигиенисту, потому что, опять же, я регулярно привожу к примеру свою ассистентку, которая 24 года поставила себе брекеты, она работает в стоматологии. Я каждую неделю нахожу ей, что чистить. При том, что она с ирригаторами, со щетками, с ежиками, с чем угодно. Поэтому здесь любая ортодонтическая конструкция приводит к ухудшению гигиены. За этим нужно будет следить. Чтобы что-либо восстановить, нужно сначала посмотреть. Мне очень сложно говорить о не виде ребенка, но чаще всего первое, что нужно сделать, это отучить от привычки сосать палец либо соску. От большого количества принимаемых медикаментов изменился цвет зубов. Стал серо-желтоватого цвета. Что с этим делать? Как защитить зубы? Можно ли восстановить цвет зубов? Чаще всего цвет зубов восстанавливается гигиеной. То есть вы приводите на чистую ребенка и зубы становятся светлее, смотря что за препараты. Если препараты окрасили зубы, а надеясь, например, препараты тетрациклинового ряда, их уже, по-моему, даже никому не дают. Если я не ошибаюсь, вот они прям открашивают изнутри, но вот эта история не исчезает. Здесь восстановить цвет прям до белого вряд ли получится, но осветлить точно можно будет, просто сняв налет. Потому что окрашивает, по большей части, налет на зубах. И он становится желтый, серый, еще какой-то. Так, дочка 4,5 годика скрипит зубами, из-за этого стерла зубы. Где лучше нарастить зубы, можно ли как-то, как-то бороться. Спасибо. Можно, так, вопрос первое, почему скрипит зубами, нужно понять, да, то ли это нервное перенапряжение, то ли это спазм. Это может быть поведенческое, Марина. Может быть, может быть, да. Поэтому здесь, когда в идеале капы, можно ли нарастить зубы в 4,5 годика, надо смотреть. Надо смотреть, хотя, не знаю, если не можете принять хотя бы фотографию, если можете, приходите, посмотрим. Девочки 10 лет, диагноз синдромдауна, проблема зуба растут криво, назначили гелевые капы, но из-за проблемы с дыханием не может пользоваться. В каком возрасте лучше ставить брекеты или есть другие рекомендации? Смотрите, есть пластинки, есть пластинки несъемные для детей у ортодонта, надеваются, могут подойти, да, но опять же, зависит от проблемы зуба растут. Смотрите, когда зубы растут криво, чаще всего это зубы, которые находят друг на друга. То есть, когда им места не хватает. Но это вот, как я сейчас понимаю из этого сообщения. Если не права, поправьте. Гелевые капы, если не может с ними спать, если не может с ними находиться, да, это скорее всего будут брекеты, но это будет тогда, когда поменяются все зубы. Но до этого лучше обратиться к ортодонту. Возможно, ортодонт поставит аппарат несъемный на челюсть, на верхнюю или на нижнюю, или на обе, и раздвинет немного челюсть, чтобы к моменту постановки брекетов работы было меньше. Хорошо? Так, еще что-то тут было. Нужно ли удалять молочные зубы, если еще крепко держится, а за ними уже растут постоянные вторым рядом. Смотрите, два момента. Если сильно мешают, то да, если причиняют боль, дискомфорт и все остальное. Я не знаю ни одного ребенка, у которого бы шатали зубы, росли вторым рядом и в итоге не выпали. То есть, если для вас большей проблемой будет прийти в клинику и удалить, яблоки вам в помощь, яблоки, морковки, расшатывайте сами. Если в клинику прийти можно, и ребенок в контакте не даст сделать хотя бы хоть какую-то анестезию, хоть чуть-чуть, тогда вам будет легче, если мы их удалим. Удалять это желательно быть, да, так, чтобы они прям сильно мешали, ребенку будет некомфортно, вам будет сложнее чистить. Поэтому здесь вы смотрите на особенности конкретно вашего ребенка. Если вам проще приехать в клинику и удалить, приезжайте, удаляйте. Если для вашего ребенка это огромный стресс и катастрофа, то конкретно эта проблема не требует срочного побега к стоматологу. Но любых детей, любых, абсолютно, неважно, с особенностями, без особенностей, необходимо водить к стоматологу до 18 лет раз в 3 месяца. В 3 месяца. Да, потому что в молочных зубах по статистике от начального количества пульпита проходит 3 месяца, от пульпита до периодонтита еще месяц. Поэтому не тяните. История очень быстрая. Есть ли отличия по длительности наркоза, особенно в детей, если нужен ни один наркоз, какие промежутки по времени между ними должны быть. Смотрите, я оперирую, опять же, своим опытом, да, у меня были детки и в 6-часовых наркозах, и в 7-часовых наркозах, изменений никаких я не видела. За 6-7 часов можно очень много сделать. У меня был ребенок с синдромом Дауна. Девочке было 16 лет, у нее было 5 наркозов за полгода, с промежут... Нет, не за полгода, чуть больше. За 8 месяцев с промежутком примерно в 3-4 недели. Потому что лечили мы все зубы. Все нормально, все спокойно. Это была седация пропакола, глубокая седация. Все нормально, все спокойно. Поэтому все вот эти промежутки между наркозами, нужно ли... Я вообще не любитель делить наркозы, не вижу смысла. Потому что у Севарана действия, что 15 минут, что 5 часов, одинаковые. Да. Поэтому смысл вам еще раз переживать всю эту историю, вообще никакого. Это первое. Второе, вы всегда теряете полчаса. 15 минут на взлет, 15 минут на посадку. Зачем вам терять это в 2 раза? Здравствуйте. У меня приемная дочь с тяжелым множественным нарушениями развития. Спина, бифиды, ДСП, поражение ЦНС. Для попадания в семью девочка находилась на выделении милосердия. Она до сих пор не умеет жевать, хотя ей 7 лет. Врач объяснил, что не жует, потому что неправильный припуск на челюсть этот верхний. Зубы упираются в небо, ей больно жевать. Да, это действительно может быть. и ей действительно может быть больно. Это, вероятно, возможно, это возможно поправить органетически, если ребенок хотя бы контактен. Ну, то есть, если есть какая-то компенсированность, да, и можно как-то договориться, то органетически, скорее всего, можно. Но, опять же, надо посмотреть. Вот все тяжелые и сложные нарушения очень сложно давать совету дистанционно. Поэтому хотя бы фотографии это минимум, после которого можно хоть что-то сказать, да, зубы упираются в верхнее небо, это действительно больно и это действительно может быть. Смотрите, там дальше еще вопросы, я предлагаю ответить на них потом, хорошо? Потому что осталась минутка и нас сейчас вырубят просто. Ну, Марина, я вас рада была видеть. Я вас тоже. Спасибо, что позвали. Буду рада видеть. Все, всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, Баль. Спасибо, что пришли. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...